Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши лекции по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем четвертую главу. Я напоминаю две вещи. Мы читаем перевод Юнгера, который делался с греческого текста. Именно этот текст читается, правда, в славянском переводе в наших храмах, поэтому обращаемся к нему в первую очередь. Но мы параллельно заглядываем в русский текст, перевод которого делался с еврейского. Это первое. А второе, почему мы выбрали именно эту книгу, и почему мы считаем, что ее важно прокомментировать, по этой книге учились нравственности оглашенные, то есть люди, которые входили в церковь, которые готовились к окрещению. И вот четвертая глава. «Послушайте, дети, наставление Отца, и со вниманием старайтесь уразуметь внушение. Потому что я дарю вам добрый дар, не оставляйте моего завета, ибо и я был сын, послушный Отцу и любимый у матери. Они учили и говорили мне, да утвердится слово наше в сердце твоем, храни заповеди и не забывай. Приобрети мудрость, приобрети разум, не забывай, не пренебрегай изречениями уст моих, и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет крепко держаться за тебя. Люби ее, и она будет охранять тебя». Вот такое начало обращает Соломон к своему сыну, и он напоминает ему о том, что сам он был когда-то ребенком у своего отца и своей матери, и когда-то сам возрастал в их премудрости, в их наставлениях. Вот это напоминание кажется чем-то совершенно бытовым и обычным. На самом деле оно очень важно, потому что сама традиция Ветхого Завета – это традиция передачи предания. Не случайно мы в православной церкви так часто подчеркиваем роль предания, то есть роль того знания, того ощущения, того опыта духовного, естественно, той традиции, которая нам передана от предшествующих поколений. Мы не читаем Священное Писание заново, мы не обращаемся к Богу так, как будто бы до этого никто его не ведал. Мы читаем Священное Писание в контексте святоотеческих творений, в контексте их духовного опыта. И поэтому уже здесь очень важно увидеть, что и Соломон говорит, «Сын мой, заповеди мои не забывай, как меня в свое время учил Отец, так теперь я тебя учу». Вот передача этой традиции, передача этого Завета, она очень важна. Естественно, здесь, когда он употребляет слово «завет», он говорит, «не оставляйте», когда обращается к детям, говорит, «не оставляйте моего завета». Здесь, конечно, имеется в виду, в первую очередь, моего завещания, то есть того, что я вам завещаю. Но параллельным смыслом как бы присутствует «не оставляй того же завета, в котором я нахожусь с Богом». И далее он говорит, «Начало мудрости – приобрести мудрость. За все имение свое приобретай разум. Храни ее, и она возвысит тебя. Почти ее, чтобы ты был в объятиях ее, чтобы она дала главе твоей венец благодати, великолепным венцом осенила тебя». Седьмой стих звучит не очень понятно. «Начало мудрости – приобрести мудрость. И за все имение свое приобретай разум». Конечно же, окончание этого стиха довольно прозрачно. То есть все свои силы трать на то, чтобы приобрести разум и приобрести премудрость. Но что это значит? «Начало мудрости – приобрести мудрость». В русском синодальном переводе, который делался с еврейского языка, этот стих звучит так. «Главное – мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум». Действительно, в славянском языке слово «глава» и «начало», то есть «главный» и «начальник» даже в русском языке – это одно и то же. И вот здесь «начало мудрости», то есть «главная премудрость». И поэтому, если она главная, то в первую очередь приобретай ее. С другой стороны, вот этот греческий текст, который являлся основой этого русского перевода, дает несколько иное содержание. «Начало мудрости – приобрести мудрость» может означать не только, что самое главное – премудрость, и поэтому надо ее приобретать. Но и сама премудрость начинается с того, что мы ее приобретаем, что мы к ней стремимся. Действительно, человек не может стать премудрым сразу, но он может почувствовать, где правда жизни, где основа, духовная основа его существования, и может приступать к премудрости именно с того, что начинает приобретать эту премудрость, начинает размышлять, задумываться. Очень важно действительно и молодому поколению в том числе понимать, что одной из важнейших черт жизни человека должна быть рефлексия, должно быть раздумывание о смысле жизни, должен быть поиск этого смысла. И начало премудрости в том, чтобы понять, что она нужна тебе. Начало премудрости в том, чтобы приобретать ее, стремиться к ней. И тогда тот, кто ищет ее, тот ее находит. Далее. «Слушай, сын мой, и приими слова мои, и умножится ли это жизни твоей, и продлятся пути жития твоего. Ибо я научу тебя путям мудрости, направлю тебя на прямые стези. Пойдешь ли, не будет прегражден путь твой. Побежишь ли, не утомишься». Очень интересно, как Соломон продолжает здесь вот эту идею, которая открыта нам в книге «Второзаконие». Когда книга «Второзаконие» говорит, «Жизнь и смерть», да, Господь говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе, избери жизнь». Вот правый путь и путь праведности ведет к жизни, а путь греха ведет к смерти. И Соломон очень часто это показывает. И на самом деле, если мы посмотрим на древние памятники катехизические, одним из самых ранних, если не самым ранним, является книга «Учение двенадцати апостолов» Дедахи, или Дедахев, как иначе ее называют. Так вот уже там путь жизни и путь смерти. Так и здесь Соломон говорит, «Приими слова мои, и умножится лето жизни твоей, и продлятся пути жития твоего». Почему же? Потому что пути премудрости – это пути прямые. Вот тоже очень важно, и это так, наверное, во всех народах, но, по крайней мере, это так было и в русской национальной культуре, и это так в христианской культуре, в библейской культуре. Прямые пути – это пути праведные, пути честные, пути освященные истинной Господней, и пути кривые, пути неправые, искажающие этот путь – это пути, ведущие к смерти. И далее Соломон говорит, «Крепко держись моего наставления, не оставляй, но храни его у себя в жизни твоей». 13 стих здесь отличается от того, что мы встречаем в русском тексте. В русском тексте он звучит так. «Крепко держись наставления моего, не оставляй, храни его, потому что оно – жизнь твоя». Здесь мы просто видим «но храни его у себя в жизни». А русский текст, вслед за еврейским, подчеркивает, и, наверное, это более наглядно и более ярко, что наставление надо не просто хранить в жизни, а надо хранить его, потому что оно и есть сама жизнь. Оно поддерживает человека в существовании, потому что человек в этом наставлении обретает единство с Богом, который является источником жизни. И далее. «На пути нечестивых не ходи и не ревнуй путям беззаконников. На каком месте они соберутся, не ходи туда, уклонись от них и пройди мимо. Потому что они не заснут, если не сделают зла, отнимется у них сон и не спят, ибо они питаются хлебом нечестия и упиваются вином беззакония». Очень важно, вот здесь в 14 стихе Соломон подчеркивает, не просто не ходить по пути нечестивых, не ревновать путям беззаконников, потому что действительно ревность здесь, как такое усиленное желание, когда, например, человек может ревновать о славе Отечества, то есть всего себя посвящать этому, или, по крайней мере, прикладывать к прославлению Отечества многие свои усилия. Так вот здесь, наоборот, показано, что можно ревновать путям беззаконников, то есть с ревностью, с рвением участвовать в этих беззакониях. Соломон упрашивает своего сына, он говорит им, на каком бы месте они не собрались, не ходи туда и уклоняйся от них, проходи мимо. Действительно, это очень интересно, что человек в итоге сам выбирает, участвовать ему или не участвовать в путях беззаконников. Он, даже видя этих самых беззаконников, даже видя явный беззаконный путь перед собой, может уклониться и пройти мимо, а может не уклониться и остаться в этом беззаконном пути, и тогда с этими беззаконниками погибнуть. Вот каждый из нас, идя по пути жизни, сталкивается с беззаконными путями, и нам очень важно помнить, что действительно это от нас зависит, идем мы по этому пути или мы уклоняемся и проходим мимо. Конечно, Господь может направлять нас, Он может давать нам сил на то, чтобы пройти мимо, потому что иногда путь беззаконный очень притягательный, но в итоге выбираем мы сами. И далее интересный 16 стих, который мы уже сейчас прочитали. «Они не заснут, если не сделают зла, отнимется сон у них, и они не спят». Он тоже несколько отличается от того, что мы встречаем в синодальном тексте. Здесь 16 стих звучит так. «Потому что они не заснут, если не сделают зла, пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения». Соломон здесь очень ярко показывает, что сами беззаконники не просто живут себе какой-то своей беззаконной жизнью, отдельной от жизни праведника, а жизнь праведника является для них таким обличением, и они желают совратить праведника. Это для них является особым наслаждением, потому что в совести своей они испытывают мучения и угрызения, но вместо того, чтобы исправляться, вместо того, чтобы возвращаться к Богу, они, напротив, пытаются согрешить еще больше, и на время свою совесть этим грехом не столько успокоить, сколько как будто бы оглушить, лишить ее дара речи. И вот Соломон прямо говорит, не только они не спят, пока не соблазнят никого, но и не заснут, если пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения. Вот такой образ беззаконника создается, который просто не может успокоиться от того, что в мире есть добро, и он всячески пытается как можно больше людей совратить. То есть беззаконник не просто человек, живущий своей жизнью. Беззаконник активно насаждает свое беззаконие. Далее. «А пути праведных подобно свету светятся, предшествуют и освещают, пока не наступит ясный день. Пути же нечестивых темны, они не знают, как спотыкаются». Очень интересный вот здесь образ дает нам Соломон. Он говорит, что пути праведных подобно свету светятся. Наверное, многие из вас летали в самолете, и вы могли слышать, что пути к запасному выходу освещаются. По полу идет такая дорожка, по которой можно ориентироваться. Образ может быть такой несколько механистический, но он очень ярко показывает, что имеет в виду Соломон. То есть путь, который выведет тебя к спасению, это путь, который светится. То есть даже в темноте ты его увидишь, даже в темноте ты его не потеряешь. Когда будет темно, ты не споткнешься, потому что вот он перед тобой, этот путь праведный, он светится. То есть сама праведность помогает тебе выйти из трудной ситуации, из ситуации, которая кажется сгущением, мраком, бессилием, торжеством зла. Нет, оно не торжествует, потому что пути праведных подобно свету светятся, предшествуют и освещают. То есть буквально как фонарные столбы, буквально как подсказки, как то, что выводит человека праведного из беды. Напротив, пути нечестивых темны, и они не знают, как спотыкаются. А в русском тексте этот 19 стих звучит несколько иначе. Путь беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. То есть не только не знают обстоятельств, как они спотыкаются, но они еще и не знают, что в итоге окажется причиной их притыкания. Люди неправедные, люди злые, они только кажутся в жизни такими самоуверенными, такими сильными, как будто они знают, как поступать. На самом деле это ложное знание, потому что подлинного знания, знания глубокого, знания твердого, которое не даст тебе в итоге впасть в депрессию, которое не даст тебе в итоге разочароваться в жизни, этого твердого знания они не имеют. Цели жизни грешников настолько мимолетны и настолько временны, что все время приходится искать новые и новые смыслы, все время приходится успокаивать свою совесть новыми и новыми преступлениями. Это кажется парадоксом, но на самом деле нередко грешники говорят, что совесть затихает после очередного греха, как будто бы останавливаясь в некотором бессилии перед подобным человеком. И вот эти люди не знают, обо что они споткнутся. Потому что, что значит споткнуться? То есть упадут, потеряют равновесие, потеряется вся их самоуверенность. И действительно, в жизни грешника практически каждое обстоятельство может стать источником его падения, может стать источником его слабости, его бессилия. И далее Соломон говорит «Сын мой, внимай моим речам, и к моим словам преклони ухо твое, да не оскудевают у тебя источники твои, храни их в сердце твоем, потому что они жизнь для всех, кто находит их, и исцеление всей плоти их. Со всею заботливостью храни сердце твое, потому что отсюда исходы жизни». В итоге, действительно, сердце как духовный орган, как образ всего внутреннего мира человека, если оно правильно и праведно, если оно сохранено, оно подает жизнь всему остальному. Если сердце пало, то уже никакие, ни здравый ум, ни привычки, ни какие-то внешние обстоятельства не спасут человека. Если сердце пало, то все остальное падет за ним. И далее «Отвергни от себя лукавые уста, лживый язык удали от себя. Глаза твои пусть правые видят, и вежды твои пусть одобряют справедливые». Естественно, что Соломон наставляет своего сына как будущего царя. Конечно же, мы сегодня читаем этот текст, и мы в совершенно разном достоинстве. И самые простые люди, и люди, облеченные властью. Но при этом, конечно же, мы понимаем, что даже если этот текст обращен к царю, есть ситуации, в которых каждый из нас поступает самовластно, поступает так, когда только он решает, и никто ему не указывает, как поступить. Так что, конечно же, эти слова так или иначе все равно относятся к нам. «Отвергни лукавые уста, и лживый язык удали от себя». То есть не общайся с людьми, которые лукавы и которые лгут. Все правильно, потому что сегодня этот человек лукавит с тобою о других, и обманывает тебя о других, лжет про них. А завтра он будет лгать другим людям о тебе. И поэтому, конечно же, удали таких людей из своей жизни, потому что с ними ты не найдешь твердой основы, и жизнь твоя не будет чистой, не будет светлой, не будет прозрачной. Но далее вот здесь есть интересные слова. «Вежды твои», то есть твои ресницы, твои веки, пусть одобряют справедливое. А в русском языке этот 25 стих звучит так. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои, да будут направлены прямо перед тобой». Вот здесь как раз русский текст оказывается таким несколько непрозрачным по смыслу. «Ресницы будут направлены перед тобой». Понятно, что ресницы не могут быть направлены по-другому. И как раз вот этот греческий текст, текст Септуагинты, с которого переводил Юнгеров, он подсказывает, что имеется в виду. «И пусть веки твои или ресницы твои пусть одобряют справедливое». Вы знаете, что иногда одобрение мы высказываем, например, кивком головы, то есть с чем-то соглашаемся. Иногда мы можем согласиться действительно просто одним движением век, когда мы прикрываем глаза и говорим, да, пусть это будет так. Так вот, пусть они, то есть пусть даже мимолетные твои решения, когда не требуется ни слова, когда не требуется ни действия, когда даже кивка головы не требуется, а требуется просто движение век, пусть даже эти мимолетные движения твои будут справедливыми. 26 стих. «Исправь стези для ног твоих и направляй пути твои прямо». Этот же стих в русском тексте звучит так. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои добудут тверды». Вот интересно, как, по всей видимости, одну и ту же идею текст греческий и текст еврейский передает по-разному. Все потому, что и сама идея истины, идея правоты в еврейском и в греческом тоже несколько разное значение имеет. Истина для еврея – это то, что твердо, то, на что можно опереться. Истина для грека – это, в первую очередь, правда, праведность, такая истина познания. И поэтому, когда мы видим здесь совет Соломона, то он говорит, что пусть пути твои всегда будут твердыми. То есть, чтобы ты не спотыкался на путях своих, чтобы это не были пути, которые уходят у тебя из-под ног, чтобы это не было болотом жизни, чтобы тебя не затягивала пучина греха, пусть истии твои всегда будут твердыми. А твердыня и вообще твердое, что-то, на что можно опереться, это всегда связано с Богом. Не случайно в Писании мы нередко встречаем образ, что Бог – твердыня человека, Бог – его опора, его основа, то, на что можно опереться, во что можно верить, в чем можно быть уверенным. А здесь, напротив, и направляй пути твои прямо, то есть, праведно. Потому что правые, прямые пути – это пути праведные. Здесь Соломон зовет к путям твердым. В греческом тексте мы встречаем путь прямой, путь праведный. Но идея одна и та же. Эта идея связана с тем, что путь жизни человека должен соответствовать воле Божьей. И тогда он будет и твердым, тогда он будет и прямым, тогда он будет праведным. Далее. «Не уклоняйся ни направо, ни налево. Обрати ногу твою от пути злого, ибо Бог знает пути правые, а левые испорчены. Он же прямыми сделает пути твои, и шествие твое в мире устроит». Интересно, как здесь играют словами переводчики. «Не уклоняйся ни направо, ни налево». То есть, иди по прямому пути. И то же самое говорит нам русский текст. «Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». Здесь от злого пути. Но смысл один и тот же. «Чтобы дорога твоя была прямой». А 28 стих. «Ибо Бог знает пути правые, а левые испорчены». И как же? Только в прошлом стихе Соломон говорит «Не уклоняйся ни направо, ни налево. Иди прямо». В 28 стихе уже оказывается, что правые пути Божии, а левые пути испорчены. И вот на самом деле нас не должно смущать, потому что правые — это прямые. В славянских языках это так. Правый — это значит прямой и значит праведный. А левые — это так перевели просто по противопоставлению правому. На самом деле, например, в традиционных славянских культурах правде всегда противоречило кривдо, то есть искривленные пути. И таким образом смысл здесь простой и на самом деле понятный. «Пусть твои пути будут правыми, праведными, прямыми». Можно вспомнить, как Иоанн Предтеча, когда пророчествует о пришествии Христа, он говорит «прямыми сделайте пути Господни». То есть прямые пути, пути праведные, кривые пути, искривленные — это пути лукавые и пути злые. И поэтому 29 стих опять говорит не о правом и левом, а о прямом. «Он же, то есть Бог, сделает пути твои и шествие твое в мире устроит». Здесь под шествием, конечно же, понимается жизнь. Шествие твое в мире устроит, то есть если ты будешь избирать правые пути, то Бог сделает их прямыми и устроит шествие сына Соломона в мире. Дай Бог каждому из нас, чтобы и наши пути Господь соделывал прямыми и устраивал нашу жизнь. Всего доброго.